Сегодня были опубликованы индексы деловой активности сразу в нескольких ведущих экономиках мира – Китае, Японии и Соединенных Штатах. А в еврозоне вышел еще более важный для регулятора монетарной политики отчет, который определил уровень потребительских цен в прошлом месяце. Кроме того, мировые рынки отреагировали на ситуацию в Тайване, где произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. На этих негативных новостях особенно просели акции в Китае, Гонконге и Австралии. Продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов и экономика Китая, которая находится под давлением высокой долговой нагрузки и торговых разногласий в мире. Поскольку страна является крупнейшим в мире покупателем природных ресурсов, снижение или рост ее производства во многом определяют перспективы цен на сырье и топливо. И, как показали опубликованные сегодня данные, экономика Китая перешла к восстановлению, даже несмотря на кризис в секторе недвижимости и геополитическую напряженность. Общекомпозитный индекс деловой активности в Китае вышел на уровень 52,7 пункта. Таким образом, его мартовский показатель не только превзошел предыдущую отметку 52,5 пункта, но и зафиксировал пятый месяц роста. Кроме того, Пекин не оставляет попыток улучшить отношения со своим самым крупным торговым партнером. Возможно, телефонный разговор, который провели сегодня президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпинь, повернет ситуацию в пользу Пекина. Напомним, что сейчас Вашингтон обдумывает окончательное решение по пересмотру пошлин в отношении Китая. В самих США дела с экономикой обстоят, в общем-то, неплохо, хотя рост цен на сырую нефть и создал дополнительный риск для перспектив инфляции в стране. Но пока заказы на американские товары растут, производство восстанавливает свои позиции, а высокий спрос на рабочую силу держит в тонусе рынок труда. Правда, опубликованные несколько часов назад показатели по деловой активности оказались ниже прогнозов. Например, индикатор в сфере услуг упал до отметки 51,4 пункта, а прогнозы ожидали его на уровне 52,7 пункта. В то же время композитный показатель, который включает и сферу услуг, и производственный сектор, оставался относительно стабильным на уровне 52,1 пункта. И хотя его мартовское значение вышло немного ниже предварительной оценки в 52,2 пункта и 8-месячного минимума февраля в 52,5 пункта, тем не менее эта цифра по-прежнему указывает на уверенный подъем деловой активности в Соединенных Штатах. Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке стали разочарованием для тех трейдеров, которые ожидали быстрого снижения ставок в США. Вообще говоря, Уолл-стрит выросла почти на 30% с октябрьских минимумов именно в расчете на смягчение политики американского Центробанка. Так что теперь основные биржевые индикаторы отправились в обратный путь, их вчерашнее снижение оказалось максимальным с начала марта. Индекс S&P 500 пережил свой худший день почти за месяц, потеряв более 0,7%. В среду его ценовой диапазон остается в красной зоне в границах 5184 и 5208 пунктов. Доллар США соответственно вышел в начале этой недели на 20-недельные максимумы на уровне 105,1 пункта. Правда, сегодня его цена по индексу к шести основным валютам откорректировалась в район 104,4 и 104,9 пункта. Однако этот откат выглядит скорее технически, чем вызванным фундаментальными факторами. Кроме того, рынки взяли паузу перед выступлениями нескольких представителей американского Центробанка. Сегодня во время американской сессии выступит глава Федрезерва США и другие спикеры ведомства. Однако Джером Пауэл вряд ли станет прогнозировать скорую перемену политики и переход регулятора на более мягкие ставки. Наоборот, скорее всего, рынки услышат примерно те же тезисы, которые высказали на этой неделе глава Федерального резервного блока Сан-Франциско и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер. Они заявили, что по-прежнему ожидают три снижения ставки в 2024 году, а более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано. И если раньше подавляющее большинство экономистов ожидали, что в еврозоне и США процентные ставки начнут снижаться примерно в одно и то же время, то сейчас эти перспективы расходятся все больше. Пока Федрезерв США на фоне сильной экономики получает повод и возможность отодвинуть момент принятия такого решения, Центробанк Единой Европе его наоборот приближает. И опубликованные сегодня отчеты по ценам в зоне евро, похоже, окончательно подтвердили, что первым начнет снижать процентные ставки именно европейский Центробанк. Предварительные данные показали снижение потребительской инфляции в марте до отметки 2,4%, то есть до ее 28-месячных минимумов. Базовый компонент, который не включает продукты питания и энергоносители, тоже снизился до 2,9%. Как видим, цены все ближе к целевым 2% Центробанка Еврозоны, а сам регулятор неумолимо движется к переменам в своей политике. Возможно, поэтому пара евро-доллар была медвежьей во второй неделе марта, правда сегодня единая валюта восстановилась в район отметки 1,0770 и даже наметила продолжение отскока внутридневного диапазона 1,0767-1,0791. Однако определить, является ли это движение коррекцией или разворотом доминирующего медвежьего тренда пока сложно. Не исключено, что технические индикаторы достигли значения перепроданности пары на внутридневных графиках и дали отмашку на коррекцию. Если она затянется, котировки евро попробуют вернуться к уровню 1,0800. Что касается возможного дальнейшего ослабления курса пары, этот сценарий и станет актуальным в случае пробоя линии поддержки 1,0750. Пока выжидательная позиция рынков давит на доллар, котировки нефти идут вверх. Быки уже вывели цену Brent на самые высокие уровни с октября прошлого года в район 89 долларов. Кроме того, черное золото продолжает дорожать из-за тревожной геополитики. Правда сама нефть тоже находится в режиме ожидания, так как сегодня должна пройти встреча группы ОПЕК+. Кроме того, будут опубликованы данные о запасах сырой нефти в США. Но, похоже, что картель стран-поставщиков нефти вряд ли пойдет сейчас на какие-либо изменения в политике ее добычи. Поэтому эталонная марка Brent в среду, похоже, прочно закрепилась в зоне быков и удерживала рост внутри дневного диапазона 88,7 и 89,90, а критически важный уровень в 90 долларов теперь выступает в качестве сопротивления, причем вполне достижимого. Ведь, судя по всему, шаг за шагом стоимость нефти будет расти и дальше. Да и существующие риски, в том числе и проблемы с некоторыми нефтеперерабатывающими заводами в России пока никуда деваться не намерены. Что касается российской валюты, то она остается неизменной. Правда, на слабом долларе курс пары сегодня сделал попытку уйти ниже отметки в 92 рубля за доллар. Однако укрепление оказалось кратковременным, хотя устойчивый рост нефти должен был бы поддержать медвежий тренд в российской паре. Возможно, это все-таки произойдет в скором времени. В таком случае мы увидим попытки смещения рынка в диапазон от 91 до 92 рубля за доллар. А пока движение пары продолжается все в тех же рамках застоя, а радикальных изменений по-прежнему нет. Скорее всего, трейдеры предпочитают оставаться в ожидающей позиции, чтобы отследить технические сигналы, например, стабилизацию цены выше уровня в 93 рубля за доллар по итогу недели. Так, проходили торги на глобальных рынках сегодня, 3 апреля. Подключайтесь регулярно к ИнстаФорекс ТВ и получайте важную для вашей торговли информацию. Будем рады получить вашу реакцию в виде комментариев под этим видео. Благодарим за внимание и увидимся в следующем видео. До встречи!